Девушки отдыхают Чтобы удостовериться, что человечество больше никогда не будет зависеть от настроения сверхлюдей, правительство США дает добро на создание так называемого «Отряда Х» — боевой группы из суперзлодеев, отбывающих срок в заключении. Их не жалко, если ситуация примет крутой оборот, а те, кто взбунтуется, всегда можно отправить в расход вживленными бомбами. Шансы испытать отряд в деле выпадают тут же. В подземке объявляется древний бог, планирующий захват мира. Значит так. Вы отправляетесь в очень плохое место. Чтобы умереть смертью храбрых. Пошли мир спасать. Самое удивительное в новом комикс-боевике «Отряд самоубийц» — то, что этот фильм существует в одной киновселенной с Бэтменом против Супермена и Человеком из стали. И более того, их постановщик Зак Снайдер числится в его титрах одним из продюсеров. Черный и металлический синий, как главные цвета, одни и те же люди за кадром, одна и та же литературная основа, комикс-издательство DC Comics, плюс знакомые актеры. Но принципиально разное обращение с тем, что в английском языке называется сторителлингом или нарративом. Снял же один из самых ожидаемых фильмов 2016 года режиссер «Саботажа и ярости» Дэвид Эйр на пару со своим любимым оператором-постановщиком Романом Васьяновым, довольно успешно обосновавшимся в Голливуде парнем из Москвы. Что меня привлекло в этом проекте? Прежде всего, мне всегда были интересны разного рода монстры и всякие твари. К тому же, я большой фанат комиксов, я вырос на них, поэтому питаю большую страсть к этому виду развлекательной литературы и поп-культуры. «Бэтмен и Супермен» — это вообще уже классика комиксов и кинематографа. Я же ведь смотрел все экранизации, от первой до современных. Зрители смотрят кино по комиксам с одной целью — подпитаться чувством отмщения, когда супергерои занимаются возмездием и добро побеждает зло. Но с возрастом ты понимаешь, что питаешь симпатию и к некоторым отрицательным персонажам. Они всегда привлекают больше, ведь они интереснее. Мне, как кинематографисту, очень интересно снимать фильм по комиксам, ведь их все знают, все обожают положительных супергероев и хороших персонажей. Но в случае со злодеями все не так однозначно. Как можно заставить аудиторию проникнуться к отрицательным героям и полюбить их? Эта цель стала для меня настоящим вызовом, и мне кажется, мы постарались показать традиционных негодеев немного с другой стороны. Нельзя уже однозначно сказать, что они все плохие. Там все намного сложнее. Они не черно-белые, они просто серые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фильм Дэвида Эйра должен был стать своеобразным ответом темной ленте Зака Снайдера, но, судя по всему, полную противоположность создать не получилось. Как отмечают многие кинокритики, отряд самоубийц весьма мрачная лента, хоть и чуть менее серьезная. Вне зависимости от рецензий, пресса хвалит работы Марго Робби, Виолы Дэвис, Уилла Смита и, как ни странно, Джей Эрнандеса. Общий вывод таков. Кино слабое, но некоторых персонажей хочется увидеть снова. Подготовка к нашим ролям и образам заняла целый месяц. Мы вникали и погружались в свои персонажи постепенно. Каждый день все актеры, играющие суперзлодеев, собирались в одной комнате и вместе со сценаристами и режиссерами обсуждали своих героев, их образы и мотивации. Перед нами стояла задача оправдать их поступки для себя, понять, что человеческое может скрываться за их маской эгоизма и эксцентричности. Мы сами для себя должны были ответить на главный вопрос, почему эти герои стали плохими, что сподвигло их на нехорошие поступки, почему зло победило внутри них самих. Это вообще вопрос сложный и очень философский, что делает человека плохим, что заставляет его встать на темную дорожку. И вот здесь мы поняли разницу между плохим человеком и истинным злом. Это две большие разницы. И после трех недель упорных обсуждений с нашим режиссером Дэвидом Эйром мы пришли к главному выводу. Мы снимаем кино не на тему «Хорошие парни против зла», у нас будут «Плохие парни против зла». Это фильм про плохие против зла. Говорят, я довольна, надоедливая особа. Просто предупреждаю. Умрёте. Но попадутся, просто сольём их. Вот и я. Сыграем. Умнее, ничего не придумал. Я тащусь. Проблема. Не забывайте. Мы плохие парни. Забалтываешь меня? Твой трёх до добра не доведёт. В моём герое, Джокере, есть много интересного. Я, кстати, даже не мог подумать, что ему вообще-то по комиксам 75 лет. Точнее, самим комиксам. Джокер существует на страницах 75 лет. Сами понимаете, это добавляет плохому парню огромный бэкграунд. Кем он был изначально, почему выбрал зло и стал суперзлодеем, ну и так далее. Столько вариаций и интерпретаций образа. Я за всё это время много узнал про Джокера и полюбил его. Экранная вселенная Marvel от студии Disney – один из самых амбициозных проектов в истории кино, телевидения и комиксов. Он включает в себя цикл блокбастеров, целый ряд выходящих и планируемых телесериалов, короткометражной ленты и прочее. Проще сказать, что в него не входит, чем перечислить все его составляющие. Студия DC Comics руками Warner Bros. тоже создает свою супергеройскую экранную вселенную. Но она не будет цельной. В то время как сериалы «Стрела», «Флэш», «Легенды» завтрашнего дня, «Супергерл» тесно переплетены друг с другом, особенно три первых шоу, сериал «Готэм» живет своей особой жизнью. А блокбастеры DC Comics Warner не связаны с этими проектами ни сюжетами, ни актерами. Когда стало известно, что Флэш будет одним из персонажей грядущей Лиги Справедливости, аналог марвеловских «Мстителей», и героем сольного блокбастера многие надеялись, что увидят на большом экране Гранта Гастина, который стал открытием телесезона 2014-2015 годов в сериале «Флэш». Но нет, у Флэша в кино будет лицо Эзры Миллера. И сам персонаж не будет точной копией того героя, которого зрители знают по телесериалу. Та же история с отрядом самоубийц. Поклонники сериала «Стрела» помнят эту странную команду по второму и третьему сезонам шоу. Но по ходу в кино на новый блокбастер «Ворнер» эти воспоминания не помогут. Все и все будут другими. Было непросто, но я собрала их. Худшие из худших. Где? Скажем, я посадила пауков в банку и закопала. Аманда, ходят слухи, что у них есть некие способности. О, да. Я видела разное. Может, Супермен был вроде маяка, указывающего путь из тьмы. Я хочу собрать спецотряд из опаснейших людей планеты, все еще способных на что-то хорошее. Они же злодеи. Именно. Если что-то пойдет не так, виноваты будут они, а мы вне подозрений. С чего вы взяли, что сможете их контролировать? Манипулировать людьми против их же интересов моя работа. Дэвид Эйр очень основательный режиссер. Он всем сразу заявил, что не подпишется под проектом, если не сможет создать на экране максимально реалистичный мир с правдоподобной историей, в который сможет поверить зритель. У него самого не было такого видения полностью. Он не мог сразу визуализировать историю. На помощь, как всегда, пришел его оператор-постановщик Роман Васьянов. Именно он сотворил невероятный визуальный ряд фильма. Все сцены снимались настолько кропотливо, что я такого вообще не припомню, когда видела в Голливуде. Каждый дубль был как новый и такой выверенный, что диву даешься. Режиссер и оператор вместе сотворили настоящее чудо-кино. Каждому герою, каждому персонажу было уделено максимальное внимание, чтобы изобразить и показать их такими, какими нужно, выгородить из их тьмы что-то хорошее и дать понять, чем от них отличается истинное зло и тьма. Нельзя сказать, что два экранных отряда самоубийц вовсе не имеют отношения друг к другу, но их связь отрицательная, а не положительная. Известно, что авторы телесериала «Стрела» планировали включить в отряд суперзлодейку и любовницу Джокера Харли Квинн, но отказались от этой идеи, чтобы Харли дебютировала в отряде в уже планировавшемся в то время кинофильме. Так что если вы надеетесь, что сможете сравнить яркую игру Марго Робби с чем-то исполнением в «Стреле», то, извините, участие Квинн в шоу ограничилось крошечным, едва заметным камео. Окончательно надежда фанатов на связь между телевизионной и кинтографической половинками экрана вселенной DC Comics похоронила недавнее сообщение о том, что Супермен появится в сериале «Супергерл» и что сыграет его Тайлер Хеклин из сериала «Волчонок», а не Генри Кевилл из свежих блокбастеров о Супермене. Моя героиня Харли Квинн раньше была абсолютно положительным персонажем. Она работала врачом-психиатром в больнице для душевных больных, в которую поместили Джокера, но влюбилась в своего харизматичного пациента. Так и началась ее трансформация в злодейку Харли Квинн. В фильме это все будет показано, как доктор Квинн превратилась в чопнутую Харли Квинн, и на это ее подтолкнул манипулятор Джокер. Я не хотела показывать ее некой стервой, которая всем везде пускает кровь и вообще стала ходячей машиной убийцы. Всегда, даже в самом отпетом негодяе, можно уловить частички прошлого хорошего человека. Так и в Харли можно разглядеть немного от доктора Квинн. Мы это показали таким образом, что по ходу сюжета Харли постоянно слышит голоса у себя в голове. И один из голосов — как раз голос разума от доктора Квинн. Так, значит, да. Мы типа крайние. Типа отряд самоубийц. Пошли мир спасать! Чем хорош наш фильм, так это тем, что нечасто актрисам достаются такие крутые отрицательные героини. Другими словами, настоящие оторвы, включая и мою героиню — древнюю чародейку. Конечно, основной костяк отряда самоубийц — мужской. У нас крутые парни-актеры, и все держится на них. Но мы с девчонками шутили на съемках, что самые прикольные строчки или фразочки достались женским персонажам. Такое нечасто бывает в кино. К тому же, женщины показаны тоже по-разному. С одной стороны, сильными и непрощающими обиды. С другой стороны, мерзкими и лицемерными. То есть, вся истинная женская суть отображена в картине правильно. Но также у нас есть место и любви. Ведь плохими женщинами становятся от мужских обид. Мне кажется, такие сюжетные линии нечасто прописываются. А это важно показать и женщин с разных сторон, особенно в экранизациях вселенных разных комиксов. Как уже было сказано, строить свое кино Дэвид Эйр короткими рваными комикс-панелями. И тут необходимо выделить других мастеров своего дела, благодаря которым это стало возможным. В первую очередь, это наш соотечественник, оператор Роман Васьянов, стараниями которого фильм и правда часто кажется ожившим комиксом. Последовательностью броских кадров, в которых лишних попросту нет. Во-вторых, это актеры. Уилл Смит, как всегда, харизматичен в роли номинального злодея, который на деле оказывается своим парнем. А Марго Робби, даром что местами сильно переигрывает, неотразимо в образе чокнутой Харли Квинн. Работу Джареда Лето, который сыграл Джокера, было бы справедливо назвать не полноценной ролью, а расширенным камео. Но актер и правда нашел свой собственный уникальный подход к этому иконичному злодею. Отряд самоубийц сложно рассматривать и оценивать с точки зрения традиционного кино. В нем мало сюжета, мало экспозиции, мало того, что принято называть субстанцией. И, честно говоря, маловато сценарной логики. Он очень клиповый и по картинке, и по сути. Плюс его финальный акт с основным экшеном все-таки неотвратимо скатывается в скучноватую банальщину любого супергеройского кино. И странная уверенность Голливуда в том, что любое зло из нашего или чужого мира уничтожается бомбой. Но если оценивать кино только по эмоциям, которые оно дарит отряд самоубийц, определенно одно из самых ярких кинособытий этого лета. Редактор субтитров А.Семкин